Тема каких-то феноменов, связанных с различными так называемыми сущностями. Это очень горячая тема в разных этих сообществах, среди тех, кто занимается медитацией, цивунами и так далее, разными другими методиками. И мы немножечко раскроем эту тему. То есть, в общем-то, она уже раскрывалась не раз на разных предметах. И перед тем, как говорить о различных сущностях, мы обычно говорим о устройстве Вселенной. Или о устройстве, можно сказать, правильнее было бы сказать, внутренней Вселенной. То есть, есть такая тема, как психические миры, так это называется. В «Куда упается дух» есть концепция трёх начал, трёх миров. «Земля, человек и небо». И мы говорим о том, что эти три мира, они проявляются на физическом теле, проявляются в психике человека и проявляются во внешнем мире, в таких событиях, вещах и так далее, которые происходят вокруг. И с точки зрения психики, можно посмотреть на эту концепцию и понять, что из себя представляет психика, то есть, из чего она состоит. Условно, нужно разделить нашу психику на три мира. И это то, что можно назвать нижним миром, то, что можно назвать средним миром и то, что можно назвать верхним миром. Нижний мир — это, в общем-то, миры психических состояний, которые испытывает человек. То есть, что значит миры вообще самого понятия? Это некие, опять же таки, реальности, в которых пребывает человек, вот по жизни, например. И нижние миры психические — это миры психических состояний, которые имеют негативный оттенок, которые имеют какие-то разрушительные последствия. То есть, это то, что с точки зрения оценочного восприятия называется негативными какими-то психическими состояниями, негативными эмоциональными состояниями в том числе. То есть, когда человек злиться, когда он боится, когда он испытывает обиду, когда он испытывает зависть и так далее. То есть, все то, что с точки зрения морали, этики и нравственности считается негативным, недостойным, неправильным и так далее, это все можно отнести к нижним психическим состояниям или нижним психическим мирам. И средние психические миры, миры человека, человеческие психические миры — это психические состояния, которые приемлемы, которые принимаются и считаются некой нормой. То есть, мы смотрим на человека и говорим, он нормальный, обычный человек. Это значит, что он пребывает в состояниях, в эмоциональных, в том числе состояниях, которые считаются некой нормой для нормы поведения с точки зрения среднестатистического человека. И высшие психические миры или высшие психические состояния — это те состояния, те процессы, которые происходят в психике, которые с точки зрения оценочного восприятия можно назвать позитивными или положительными, или благостными, можно их еще назвать. Это те эмоции или реакции, которые испытывает человек, которые вызывают положительные ассоциации различных. Любовь, счастье, радость, милосердие, сострадание, сочувствие и так далее. То есть, различные эмоциональные и психические проявления, которые связаны с какими-то позитивными процессами внутренними. И вот эта вот тема психических миров, она такое имеет отношение к практике, в принципе. Здесь интересно можно понять, как, например, Гудава Пай Цегун соотносится с различными шаманскими методиками. То есть, мы говорим о том, что Гудава Пай Цегун является наследием древней шаманской системы Ух, китайской. И в том числе концепция трех миров, она, в общем-то, это такая чисто шаманская концепция, в том числе. И в шаманизме есть такое выражение, или такой принцип, принцип путешествия по мирам. И здесь вот шаман, он обладает возможностью путешествовать по мирам различным. При этом путешествия, это происходит как бы в духе, то есть в психике, в восприятии самого шамана. И о чем идет конкретно речь? Речь идет о том, что шаман может пребывать в различных психических состояниях и быть свободным от этих состояний. То есть, безболезненно, более или менее для себя пребывать в этих состояниях. Погружаться в нижние технические миры, пребывать в каких-то негативных или отрицательных технических состояниях. Быть в средних мирах человеческих, то есть общаться с обычными людьми и так далее. И пребывать в высших психических состояниях, То есть это не герайские миры, а не психические. И с этой позиции, если говорить о практике, то речь идет о том, что когда мы практикуем, мы учимся переводить свою психику из нижних психических состояний, из высших психических состояний. То есть это то, что мы с вами называем позитивным перепрограммированием, изменением качества своей психики с негативного на позитивное. Чтобы вытащить человека из этих каких-то адских нижних психических состояний, перевести его в высшие какие-то возвышенные, благостные психические состояния. Но и это тоже не конец, потому что это является неким промежуточным этапом перед тем, как человек в принципе может освободиться от необходимости или от стопроцентного влияния вот этих психических состояний на себя. То есть то, что мы с вами обычно говорим, что перепрограммирование позитивное является подготовительным этапом для создания почвы, удобрения почвы, для того, чтобы человек мог наблюдать, научиться наблюдать. То есть чтобы он в принципе вышел за пределы маятников. своего восприятия, маятников оценочного мышления, маятников хорошо, плохо, нижние, высшие, нет никакой разницы. Для этого человека проявилось вот такое состояние. И с этой позиции шаманом или человеком, который действительно может путешествовать в Амиран, или, правильно сказать, то, что дает человеку вот эту функцию шамана, путешествовать в Амиран, это как раз вот этот навык на объявление, навык разотождествления. И в том числе человек, такой человек может путешествовать не только по личным своим состояниям, но и по коллективным состояниям. То есть он может, например, вытаскивать из каких-то нижних психических миров другого человека, то есть помогать другому человеку, некий акт целительства совершать, вытаскивать психику или душу человека из неких нижних психических состояний, миров и так далее. Из омраченных миров, негативных, каким-то возвышенным или, по крайней мере, человеческим. То есть это, если говорить с точки зрения практики, то есть концепция психических миров, того, что собой представляют эти психические миры, и того, что представляет собой практика с точки зрения психических миров. Вот эта идея пока понятна? Более-менее понятна. Может, какие-то вопросы пока есть? Следующий момент. После того, как мы узнаем, что на самом деле различные системы, различные традиции и учения, описывая структуру мира, структуру Вселенной, и используя для этого правила вот этих трёх миров, рай, ад и люди, которые, скажем так, находятся посередине, в различных других религиях, учениях, примерно то же самое, просто какие-то свои названия вот этих нижних, высших, средних психических миров и так далее. понимание возникает, что всё вот это вот описание этих миров различных, оно нужно было просто для того, чтобы показать человеку структуру и строение его собственной психики, чтобы привнести некий порядок во внутреннее пространство, чтобы понять, распределить, скажем так, некое отрицательное, нейтральное и какое-то возвышенное состояние или состояние. При этом мы с вами начали с того, что есть некие, скажем, сущности, которые воспринимаются человеком как нечто отличное от себя, привидения, барабашки, домовые и прочие проявления, какие-то существа, сущности и так далее. Что это такое? Эта тема, куда упается в ней, называется «Жители психических миров». Почему я начал с того, что сначала правильно говорить о психических мирах, о структуре, скажем так, внутренней Вселенной, чтобы потом понять, кто же не слегкает это в себе? То есть жители психических миров. Опять же, здесь можно говорить о том, что мы сами все создаем. То есть все жители психических миров — это отражение нас самих, какие-то отпечатки наших мыслей, наших желаний, наших эмоций и так далее. И человек часто воспринимает как жителей психических миров, то есть неприсущности, и считает, что это нечто отдельное от него, опять же, только по непониманию, по незнанию. Потому что человек не видит связи между внешним и внутренним в своем состоянии. О чем здесь речь? Ну вот мы на самом деле на втором уровне с вами, на втором уровне на семинаре говорим о идее персонификации. Потому что в разных практиках, например, для того, чтобы человек научился взаимодействовать с разными качествами проявления своей психики, этим качеством, этим проявлением придается некая форма человека понятная, понятная уму-форма. Как правило, человекообразная какая-то форма происходит. То есть так внутреннее пространство человека, эти психические меры, населяются различными жителями, населяются различными богами и демонами, например. Демоны, как правило, это какие-то гневные боги, божества. Это проявление каких-то нижних психических состояний. То есть для того, чтобы человек научился, например, владеть своим гневом или своим страхом, или своей похотью, или своим чем-нибудь еще каким-то негативным проявлением, этому проявлению придавалась или придается некая форма. И человек начинает с ней взаимодействовать, начинает на нее медитировать, направляя на нее внимание свое, человек ее активизирует в своей собственной психике. Через вот эту внешнюю форму, через медитацию, например, на изображение какого-нибудь божества гневного, человек таким образом учится налаживать контакт с каким-то своим отрицательным проявлением. И нужно это для того, чтобы научиться этим проявлением управлять по себе. То есть мы говорим о том, что, в общем-то, какие-то, в том числе, негативные наши проявления или какие-то демоны в нас, они нам мешают или создают проблемы только потому, что вы им не управляете. Но, в принципе, у вас ничего плохого нет. То есть в человеке все жители психических миров, они тоже для чего-то нужны, они тоже выполняют какие-то свои функции. И только когда они неуправляемы, бесконтрольны, они не могут создавать какие-то проблемы. То есть это вот в точке зрения практики, как это происходит. То есть приберется некая форма, и человек, медитируя на эту форму, получает возможность контроля и управления или возможность общения с вот этим каким-то своим внутренним психическим состоянием, с какой-то своей эмоцией внутренней. Прибавьте к этому идею по коллективным бессознательным. О том, что на протяжении определенного проникновения времени все больше и больше людей используют одни и те же образы для того, чтобы ассоциировать их с каким-то конкретным психическим проявлением. Например, где-нибудь в Тибете тысячи людей, которые живут в Тибете, придерживаются каких-то традиционных верований в Бог или тибетского кубизма, какого-нибудь, кто-то, какой-то школы. Они начинают верить все, что, например, гнев, злость, вот выглядит вот именно так. Есть такое божество, Ямандака, Варжата, Хайрауа, одно из его имен. Это олицетворение гнева, злость, в то же время олицетворение намерения. И люди для того, чтобы задолготь, скажем так, вот это гневное божество, по сути, свою собственную злость, свой гнев, внутренний, они на него медитируют, они там какие-то ритуалы проводят, пожертвования делают этому божеству для того, чтобы как-то его умилительить. То есть происходит такое перепрограммирование собственного гнева, собственной злости в некое более позитивное, благостное качество. Усмирение гнева, гвоздь и так далее. Ну а юридины продвинутые получают возможность, в принципе, управлять этим качеством у себя за счет медитации. И за счет того, что вот эти тысячи людей вкладывают свое внимание в этот образ, они оживляют этот образ, они как бы ему придают возможность жить самостоятельной жизнью, своим вниманием, своим отношением, своей коллективной мыслью. И тогда любой другой человек, может быть, даже турист какой-нибудь, который приезжает в Тибет, чтобы посетить какие-то святые места, которые, может быть, даже и не относятся они к каким-то традиционным верованиям. Ну вот, предположим, он остается в таком-нибудь там монастыре, там переночевать, засыпать в этом монастыре. Значит, и во сне к нему приходит, значит, этот Ямантак, это же Кваджар Хайрава, такой весь рогатый, кулькастый, весь в огне и так далее. Турист просыпается, ему страшно его колотят, и он говорит, да, все, ко мне приходил этот Кваджар Хайрава, да, действительно, этот Бог существует и так далее. Ну или в медитации, там, человек медитируя, находясь там, где-нибудь в Тибете, или не в Тибете, где-нибудь в Англии, медитируя, но медитируя, или, например, если человек считает себя приверженцем какого-то направления тибетского культизма или бон традиционных верований каких-то шаманских, он начинает медитировать, он отождествляет себя с вот этим направлением, с вот этим коллективным бессознательным, и автоматически он подключается, скажем так, или подключается к сфере коллективных глюков. То есть он начинает воспринимать те образы, которые характерны именно для вот этого социума, для вот этого коллективного бессознательного. Иными словами, во время медитации или во время сна, как вот про этого туриста, да, все эти люди, по сути, видели свою собственную злость, свой гемер, который был проявлен в их уме, в той форме, которая присуща вот этому коллективному бессознательному, тибетскому коллективному бессознательному. Если бы какой-нибудь христианин, ярый, молился и, например, увидел свою злость, свой гемер во время молитвы, во время особого состояния, то для него это был бы какой-то свой совершенный образ, который имеет отношение, например, к христианскому эгрегору или к христианскому коллективному бессознательному. То есть, возможно, это был бы тоже образ какого-нибудь черта, рогатого, плыкастого, демона, который, там, христианство, предположим, когда-то был создан, много тысяч лет назад. Это, если говорить о внешних проявлениях, то же самое относится и к жителям высших психических миров, верхних психических миров, то есть различные боги, различные архангелы, различные хирургимы и прочие всех мастей, так сказать, ангелы и прочие товарищи. Это олицетворение определенных позитивных, положительных психических качеств, которые в том числе благодаря эффекту коллективного бессознательного в какой-то момент обретают условную самостоятельность. Но условно, на самом деле, то есть сами поселения не существуют без работы твоего внимания, без твоего вовлечения, без твоего отождествления с каким-то эгрегором от ихния, на самом деле. То есть то, что мы с вами уже обсуждали, что есть теория о том, которую высказали физики, современная группа физиков высказала мнение о том, что в принципе материальный мир не существует без эффекта наблюдателя. То есть это так называемый антропный принцип, который присутствует в физике. То есть если бы не было того, кто воспринимал, то и материального мира бы не было таким, каким мы его видим сейчас. То есть мы сами создаем реальность. И в том числе мы создаем некую психическую реальность. То есть она оживает, скажем так, под силой нашего внимания, под силой нашего отождествления. И мы ее можем воспринимать как нечто отличное от себя, как нечто находящееся вне нас. Ну и здесь все еще интересно, что, например, даже если посмотреть свои позиции на различные феномены типа барабашек, разных змеи-думков, которые там где-то в каких-то местах начинают проявлять себя. Что это такое? Это тоже продукт психики человека. То есть где-то обросший коллективным бессознательным, где-то не обросший коллективным бессознательным. Где-то просто некий всплеск, скажем так, психический, связанный с конкретным человеком или с конкретной группой людей. Как, например, абсолютное большинство феноменов какого-нибудь барабашка, когда там горелки летают, самовозгорание произвольное происходит, голоса слышатся и прочие какие-то потусторонние вещи. Как правило, отмечали, что в этом месте был был кто-то, то есть в этой семье, например, был какой-то человек, который с точки зрения психики, скажем так, создавал очень много напряжения. Где-то это был какой-нибудь коллектив, который не мог двигаться и который, грубо говоря, все и вся вокруг тихо ненавидел. То есть продуцируя в себе это напряжение, которое вылилось вот в такое некое проявление внешнее. Где-то это, например, частые ссоры между мужем и женой и вот эта кримпессенция негативной, скажем так, энергии или негативных психических эмоций, выплесков, они настолько, скажем, ожили, что начали жить своей жизнью. Но при этом они не перестали быть проявлением психики конкретных людей и не связанные лично с ними конкретно. Если говорить о феномене различных душ, духов, то есть человек набирает, предположим, и кто-то его видит, что это такое? Ну, это тоже очень интересно. С точки зрения христианства, если вы бы пришли, например, к какому-нибудь грамотному попу и сказали, что я вижу в дух своей умершей мамы, папы или кого-нибудь еще, кого-нибудь еще, он бы вам сказал, что это все от дьявола. Единственную свечку поставьте, молитесь за дьявола, все хорошо будет. В чем смысл этого выражения? Действительно от дьявола, но здесь надо понимать, что есть дьявол. С точки зрения практики цигун мы с вами уже упоминали о том, что наша психика больственна, она состоит из ума, есть подсознание из нашего, и наш ум это то, что создает определенные образы, определенные, то, что создает определенное напряжение. И как правило, тот или иной дух, он проявляется, скажем так, перед человеком, который сам его, можно сказать, вызывает. То есть, предположим, кто-то очень сильно галит по поводу смерти какого-нибудь родственника, и он может вот этим своим внутренним напряжением проявить некий отпечаток психический этого человека, увидеть его, зарегистрировать как некое самостоятельное существо, сущность некую. И на самом деле это будет связано лично с ним, и если человек уберет это напряжение в себе, он перестанет все вот эти вот вещи видеть. Он перестанет видеть этого призрака, который будет в том числе, в том числе, что такое вот эффект этих душ. Здесь подходит очень хорошо термин отпечаток, можно сказать так. Что когда, или, например, эхо, тоже очень интересное сравнение, когда ты где-то находишься, где хорошее эхо, ты крикнул, да, ты уже перестал кричать, а эхо еще не перестало. То есть оно еще где-то там хохочет, гогочет. И ты слышишь где-то свой собственный голос, но как нечто совершенно внешнее, отличное от тебя. Оно где-то там полетело жить своей жизнью и так далее. Так же и, например, машина, которая проезжает по пыльной дороге, машина быстро проехала, пронеслась, машина уже уехала, а пыль еще стоит. Клубы пыль еще стоят. То есть некое следствие проехавшей машины. И так же можно сказать, что человек, живя в мире, он собой этот мир пропитывает. Он, отождествляя себя с окружающими процессами, какое-то время его эхо еще живет после того, как его физическое тело умирает. То есть некая проблема его психики. В этом плане очень интересно, что, например, китайская традиция, как и некоторые другие традиции, кстати говоря, восточные, они говорят о том, что душа человека многослойная. То есть в китайской традиции, если я не ошибаюсь, по одной из теории, у человека есть порядка девяти душ. И после смерти часть душ, несколько душ уходит на дальнейшие какие-то процессы перерождения и прочее. То есть главная, главная часть уходит дальше, а некоторые части еще могут какое-то время жить, существовать, проявляться, и тогда оно постепенно исчезает. То есть как некие отпечатки. То есть как вот бывает, когда у тебя телевизор долго на одной программе, обычный, как и ламповый телевизор, на одной программе долго включен. И потом, когда ты уже выключаешь этот телевизор, выгорают какие-то участки, например, там, где лейбочка телеканала. И ты можешь эту лейбочку видеть даже, когда телевизор выключен. Ну, телевизор выключен, новую игрушку ты продолжаешь видеть. То есть это вот примерно вот такие разные феномены. И здесь в чем важная идея? То есть то, что я сейчас рассказываю, оно носит, на самом деле, очень практический характер. Потому что если бы это никак не было связано с практикой, то я бы об этом даже не рассказывал. То есть я не хотел бы плодить в галемах. В удалопайте гуль, нет какой цели пытаться объяснить все и плодить в галемах какие-то ненужные совершенно новообразования создавать, теории и так далее. Смысл здесь практический. Смысл в том, что человек, когда практикует, он сталкивается с какими-то этими проявлениями. Если человек визуал, то он может видеть какие-то образы. Он может их видеть во время медитации, может видеть их просто, когда в его психике начинают происходить какие-то изменения, он может их регистрировать и вне себя, там, духи всякие, не знаю, духовные учителя, там, ангелы, архангели, демоны и так далее. То есть человек может это так или иначе с этим соприкасаться, практикующий человек в том числе. И очень важно понимать, что это такое для того, чтобы практика человека не остановилась. Потому что я знаю очень много людей, которые, не зная того, что всё это проявление их самих, по сути, и даже когда это проявление коллективного бессознательного, это тоже проявление их самих, потому что коллективное бессознательное это тоже часть их психики, то есть имеют к ним непосредственное отношение. Если человек этого не знает, то он начинает бояться. Я знаю людей, которые перестали заниматься медитацией в принципе, потому что начали происходить какие-то феногрены, они начали кого-то видеть, кого-то слышать, и так как там никто ничего не объяснял, они испугались, они сказали, что я хочу, не буду, нет, нет, нет и так далее. А здесь, когда ты понимаешь, что это всё ты, то есть некое твоё собственное отражение, проявление и так далее, совершенно по-другому к этому начинаешь относиться. Известный тибетский юг Милорепа, легендарная личность, сказал в своё время такую интересную фразу. Всё, что называется демоном, всё, что человеком воспринимается как дема, рождается и умирает вместе с самим человеком. и является частью его. То есть все эти вещи, они были известны уже очень давно, то есть я, в общем-то, не открываю ничего нового, не создаю никаких новых теорий, просто напоминаю то, что уже было сказано тогда. И какой ещё практический аспект в этой теории? Практический аспект заключается в том, что вы обладаете стопроцентными полномочиями по управлению любыми психическими проявлениями. Вы можете управлять любыми демонами, любыми божествами, богами и так далее, любыми духами. Потому что вы создаёте всех этих людей, вы предаёте им, выдаёте им жизнь. То есть, например, в японском направлении, в японском шаманизме, которое называется синто, одна из традиционных религий японских, есть методика создания божества, личного божества, хранили. Причём ты можешь, ты сам выбираешь образ, то есть ты берёшь там, я не знаю, фигурку Пикачу, ставишь её на семейный алтарь, начинаешь этой фигурке жечь благовоние, молиться этой фигурке, называешь её определённым именем, подносишь ли разные там подношения и так далее. И считается, что ты таким образом оживляешь эту фигурку и делаешь её личным божеством, которое начинает тебя охранять, твой дом и так далее. То есть ты одухотворяешь совершенно неживой предмет, ты создаёшь некую новую жизнь на психическом уровне. Причём форма совершенно никакого значения не важна, то, какие качества лично ты вкладываешь в это божество, в это храни, храни так называются, это божество, а в митонском симптоме. В шаманизме тоже это широко используется, в сибирском шаманизме. Причём очень интересны такие бывают курьёзы, когда там какого-нибудь шамана встречают, дремучего шамана, который к цивилизацию любит очень редко вообще можно сказать переходить, и видят у него там, когда он начинает какой-то ритуал делать, он достаёт какую-то помятую фотографию Николая Чудобворца, кладёт, его спрашивает, кто это такое, что это такое, он говорит, это там, значит, Николашко, я его вызываю, когда мне нужно вот то-то, то-то, то-то. То есть он где-то нашёл вот это изображение, да, и просто предал ему одухотворил его, предал ему некую форму, наделил его некими полномочиями, но по сути через вот эти формы, через вот эти божества, через вот этих духов, которыми владеет шаман, которыми управляет шаман, да, это же тоже одна из классических функций, шаман управляет духом, по сути эти духи это проявление его собственной психики. Когда ему нужно одно из проявлений своей психики подключить, сделать активным, да, придать силы этому проявлению, он обращается к одному духу, который связан с этим проявлением психически. Когда ему нужно другое какое-то проявление, другой ключик, да, другое качество психическое, он обращается к другому духу, но по сути всё это время он обращается самому себе. Но наследственные духи, которые также в шаманизме имеют место быть, которые передаются как всякому дабору шаману другому, это опять же продукт коллективного бессознательного. Считается, что они мощнее тех, которые создает сам шаман. Идея пока понятно прослеживается, да? Да. То есть здесь какой интересный момент, что можно все это назвать, вот этих всех жителей психических миров можно назвать глюками. Личными глюками или коллективными глюками. И неважно, как ты их воспринимаешь, эти глюки. Корма не важна. Здесь именно практический аспект в том, что это глюки. Почему это важно? Потому что это дает тебе понимание, как практикующему медитации, тебе это дает понимание того, что ты можешь этим управлять. То есть, например, пришел тебе во время медитации какой-нибудь демон, ну предположим, а ты знаешь, что он это ты на самом деле, что это некое внутреннее проявление. И это дает тебе полную власть над этим демоном, мы глупо говорим. То есть ты можешь его пронаблюдать, например, или изменить его форму, ты можешь его перепрограммировать. Понимаете, да? Идея. Это глюк. То есть он не более реален, чем любая ваша мысль, или любое ваше ощущение, которое на практике. И силу такой демон может над вами разуметь, только если вы вовлечены. Чем сильнее вы вовлечены, тем сильнее он нами управляет. Как с нашими эмоциями, да? То есть замените слово демон на слово эмоция, например. Чем сильнее вы отождественны со своей злостью, тем сильнее ваша злость с вами управляет. Интересно, как это вот в экзорцизме, да, происходит, тоже вот на тему жителей психических миров. В христианстве существует целая классификация демонологии, да, то есть список разных демонов, разных там чертей с их рангами. То есть им даже присваиваются некие ранги. То есть кто у них там главнее, кто кому подчиняется и так далее. А теперь переведите это, опять же, на психику человека. То есть в психике человека также есть различные проявления эмоциональные, инстинктивные. И эти проявления, они тоже, можно сказать, разбиты по неким рангам. То есть есть эмоции, которые управляют нами мощнее и сильнее. Например, наши инстинкты какие-то, да, это некие генералы в мире демонов. То есть это очень такие глубинные напряжения у нас. И вот этот вот классический способ борьбы с демонами, который используется в христианстве, в буддизме, в шаманских системах, то есть абсолютно во всех методиках, первое, что должен сделать шаман, там, экзорцист, это узнать имя этого демона, узнать имя этого духа, то есть определить, какого он там ранга. А в христианстве, то есть я видел эти списки, видел описание демонологии, где там конкретные имена демона и тире, за что этот демон отвечает. То есть там за какое проявление психическое, кто он по жизни, да. И получается, что шаман или там этот экзорцист, узнав имя демона, он понимает, с какой проблемой, в принципе, он работает. И получает, таким образом, возможность взаимодействовать с этой проблемой, с этим напряжением, с этим психическим проявлением. То есть процессы одни и те же. Узнать имя, то есть понять, что за проблема, в принципе, что это за напряжение. И потом уже дальше помогать, используя методы перепрограммирования, то есть изменение этого негативного психического проявления, позитивное. Или, может быть, в принципе, избавление человека от этого проявления. То есть помочь ему разотождествиться с этим проявлением. Типа, отпусти демон добра божьего твоего и так далее. Ну, тогда получается, что все эти феномены одержимости кем-то, какой-то сущностью, да, по сути, просто неспособность человека контролировать это движение. Да, да, неспособность человека управлять какими-то своими психическими проявлениями. Просто если у человека эта неспособность ярко выражена, если он излишне вовлекается в какие-то внутренние реакции, то эти реакции делают его заложником. То есть это часто идентифицируется как некий эффект отселения, да, когда некий дух или демон получил власть на человека. Просто интересно тогда, в этом ключе, если все рассматривать, да, как и все эти ясновидецы, там, правилах и прочее. То есть они, когда получается тоже, ну, это проявление чего-то другого или тех же самых сущностей на жителей? Ну, вернее, результат их отождествления с каким-то из миров. Да. То есть человек, он ясновидец, медиум, он получает, по сути, с помощью особого состояния доступ к коллективному и бессознательному, и он воспринимает эти глюки, коллективные глюки, то есть он их может видеть, он может их идентифицировать, он может обнаружить, какой глюк с чем связан, то есть он видит там какого-нибудь демона, говорит, да, там, кому-нибудь, придя к кому-нибудь домой, там, в какой-нибудь битве экстрасенсов, да, проводя рукой, говорит, что, ну, да, здесь у вас живет там демон, а этот демон у вас не просто так живет, а потому что, там, я не знаю, 10 лет назад здесь повесился какой-нибудь алкоголик, или потому что там у вас в семье постоянно ссоры происходят и так далее. То есть, опять же, всегда антропологика, как антропный фактор присутствует, то есть связь с человеком, в принципе, сами по себе они существуют. И в шаманизме, опять же, да, если говорить о средних мирах, да, вот эти проявления средних психических миров, это проявление мира, который нас окружает, то есть шаман — это человек, который мог взаимодействовать с разными духами, да, не только который относится к человеку, но и который относится к природе. То есть человек одухотворяет природу, шаман придает каким-то природным качествам, бесформенную форму каких-то там, я не знаю, леших, русалок и так далее, и через эти формы он обращается к материи, к некоему проявлению физическому, природному, к лесу, к морю, к горам и так далее. Ну, опять же, чтобы облегчить существование, взаимодействовать, психологически все это. Да, 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 да. Чтобы помочь себе адаптироваться к окружающим каким-то процессам, природным изменениям и так далее. Чтобы помочь не только взаимодействовать, не только адаптироваться, но и в принципе как-то научиться этими процессами управлять, находить какие-то закономерности, понимать, когда пойдет дождь, когда какие-то секиры придут, когда олени пойдут куда и так далее. То есть какие-то такие бытовые, хозяйственные бытовые функции. Ну, тогда с практической точки зрения, да, какие-то все эти обряды очищения, да, большая часть очищения, это, по сути, получается неподравильно. Да, 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 совершенно верно. Отозывание коллективных юков. Причем интересно очень, в советское время исследователи шаманизма много очень интересных фактов выявили, исследуя какие-то обряды, которые проходили, проводили какие-то там сибирские шаманы. И, например, был такой момент, я сейчас имен уже, как бы, не помню, когда я это читал, что, значит, в каком-то поселке, то ли у Ивенков, то ли у Ивенов, там, то ли у кого-то еще, значит, группа исследователей наблюдала, как проходил какой-то ритуал, значит. И по традиции в этом ритуале участвовали все жители деревни, то есть их всех киргашальников, все делали круг, там были помощники у этого шамана какие-то и так далее. И шаман начинал там какой-то свой ритуал по очищению, по там, излечению кого-то. И после того, как ритуал закончился, исследователи как-то со стороны наблюдали за этим всем процессом, снимали на камеру и так далее. И после того, как он закончился, и шаман, кстати говоря, он комментировал в процессе, там, что происходит, что он делает и так далее. Там, что я там вынимаю его, там, душу, там, из нижних миров, там, очищаю там какой-нибудь волшебной небесной пылью, и там подбрасываю его вверх в высший мир и так далее. И на своих, там, небесных оленях я там устремляюсь след за ним, значит, вверх в небо. А потом вот эти вот люди, которые были в этом отряде, присутствовали, участвовали, рассказывают этим исследователям, да, мы действительно, мы, да, шаман летал, мы видели, как он летал, светал там небеса, небесных оленей видели, да, видели, как он душу достает из грязи, из какой-то и так далее. То есть коллективные блюда. Эффект коллективного, бессознательного создавался для усиления эффекта лечения. То есть получается, что не только сам шаман лечил этого пациента, но и всё коллективное намерение было на это направлено. По той же схеме, кстати говоря, работает и рейхи. То есть одна из сильных вставок рейхи — это работа с коллективным бессознательным. Так называемый круг рейхи, да, круг рейхи. Отзывы тоже за счёт коллективного бессознательного, достигаются более высокие результаты полной лечения. Вот это вот тема разных смущностей. То есть здесь важно то, что я уже рассказал. То есть важнейшие моменты — это то, что это всё проявление психики человеческой, личной или коллективной. При этом, когда это даже коллективное проявление, ты всё равно обладаешь полномочиями по управлению. Интересно, что, например, даже если вспомнить про опыт Карлоса Костанеды, который он описывал в своих книгах, что в одной из книг он описывает встречу с некими союзниками, как он называется, союзниками. И очень интересно, примечательно, как он описывает этих союзников. То есть союзники — некие сущности, которые живут в тонких мирах, и которые сами по себе очень опасны. Но шаман может их укротить и сделать их союзниками этих сущностей, то есть помощниками своих. А теперь переведите это всё на сферу психических проявлений. Многие наши внутренние психические проявления, наши эмоции, наши внутренние реакции, они могут и являются страшно опасными для нас. Инстинкты наши различные, древние, они могут быть очень опасными, когда ты им не управляешь. Могут наглядеть очень сильно, сломать тебя, убить тебя. Но при этом, если ты им научился управлять, они тебе помогают, они идеальные помощники, они союзники. И второй момент, примечательный, который также у Кастаневры описывается, это то, как он воспринимал этих союзников, этих сущностей. То есть там был такой момент, что он с ещё одним учеником, Дона Хуана, индейцем, шаманом, они одновременно, грубо говоря, словили коллективный мир. То есть они одновременно встретились и вот с этими, будучи вдвоём, они встретились с двумя какими-то союзниками, вот этими сущностями. Но при этом Кастаневдо говорит, я вижу пожилую индианку и индейца пожилого, то есть пару двух старых индейцев. Он говорит странно, говорит, а я вижу гепарда и сову, предположим. Я уже не помню, кого там увидел, каких-то животных. И они спрашивают потом у Дона Хуана, «Дон Хуан, почему я вижу вот так, а он будет вот так?» «Какая форма истины?» Он говорит, а обе формы истины. Но на самом деле ни та, ни другая истина, потому что у того, что вы увидели, нет формы, в принципе. Это ваш ум для того, чтобы вы смогли как-то с этим взаимодействовать, смогли как-то это понять для себя. Ваш ум дал вот такую форму, придал форму вот этим бесформенным проявлениям. Не говорить о том, что коллективное бессознательное является частью души и одновременно душа является частью коллективного бессознательного. То есть это единое целое, в принципе. И душа, психика человека, она многослойная. И у нее есть какие-то побочные ответвления, есть какие-то главные фундаментальные ответвления или проявления. То есть если с чего-то простого начинать, то мы в «Доу Пайси Бун» делим условно психику на две части. Это эго человека, у, рассудок. И вторая часть – это бессознательное. То есть мы начинаем с чего-то простого. При этом эго, в свою очередь, тоже делится на какие-то там проявления, разновидности и так далее. Бессознательное тоже состоит как минимум из личного бессознательного и коллективного бессознательного. И еще каких-то проявлений множества и так далее. При этом есть некий центр. То есть можно сказать, это целая Вселенная. Наша психика, это Вселенная. Которая населена различными вот этими, грубо говоря, жителями психических миров, в том числе. Которая состоит из вот этих трех миров, в принципе. И у этой Вселенной есть центр. Это наблюдатель. Кто-то, кто создает эту Вселенную. В принципе. И практика медитации сводится к тому, чтобы за счет наблюдения и разотождествления вот с этими частными проявлениями, с вот этими наслоениями, через разотождествление пробраться к центру. Понять все-таки, кто же это все создал. Кто сидит туда. Чтобы потом можно было управлять всем проявлением. То есть это происходит немножко, как вот, кстати говоря, со Вселенной очень интересная аналогия. Потому что вот есть же теория о взрывах Вселенского космического. Что изначально Вселенная представляла собой некую точку, скажем так. И все молекулы, все анатомы, все проявления ее были сжаты до неимоверных малых размеров. И потом эта точка взорвалась. И да, произошло расширение Вселенной. И с точки зрения физики, Вселенная расширяется, то есть она циклична. Она расширяется, а потом в какой-то момент начинает схлопываться. Потом опять расширяется. Точно так же процесс происходит в принципе практике. В медитации, что ты делаешь за счет наблюдения, за счет разотождествления, ты схлопываешь свою внутреннюю Вселенную. Да точно. Всего душа. Чтобы потом она взорвалась. Чтобы ты понял, что ты есть все-все-все-все. Так как ты понял, кто есть ты на самом деле, то есть кто угуляет себе. Только ты понимаешь, что все остальное это тоже ты. И получаешь возможность полномочия управлять.